привет собственно суть видео в чем сегодня упал метров наверно со 150 на асфальт и она целая посмотрел на экран на стекло думаю фух пронесло включать они включается начал смотреть пробовать ничего не получилось аккумулятор на месте был он не севший все хорошо но только что у меня здесь еще дополнительно треснул корпус вот тут и немножечко отошла передняя панель из-за того что треснул корпус сразу скажу уже не терпишь было в машине начал разбирать вот здесь будут фотки как это все было немножко видео но суть суть то что машине разобрал ничего не понял что произошло понял что нужно разбирать ее дальше дома и мерить уже прибором что есть скажу сразу семерка разбирается намного проще чем остальные камеры потому что то что я видел при разборке шестерок передняя панель превращается в кусок все она в утиль идет семерки же мне удалось ее сохранить достаточно неплохо я поддевал пропеллером то что под рукой было в респе на на пластикой в основе все достаточно неплохо видно осталось целое дальше ничего не стандартного кроме как другими камерами здесь нет сразу скажу зачем все это начал вообще писать не нашел ни одного видео именно по разборке ремонту семерки нормального может быть они есть не знаю может быть плохо искал но что ж как есть собственно те же шесть шурупов как и в других камерах дальше самое собственно ответственное сильно резко не вытаскивайте камеру изнутри плату потому что можете повредить шлейфы задача в том чтобы вот эту сторону немножечко поддеть на туго выходит дать ей направление относительно корпуса потому что эта часть уже нас выходит сильно острым чем-то эту делать бы не советовал в принципе выходит нормально дальше у нас шлейфа идут вот с этой все стороны то есть она открывается книжечкой теперь покажу суть проблема аккумулятора и вставил нажимаем кнопку питания ничего не происходит тут все есть все на месте все подсоединено ничего не отпало на что очень надеялся что просто дошел какой-то шлейф и такого падения сейчас буду замерять питание на входе на удобство отливной шлейфа на аккумуляторе у нас 44 вольта аккуратнее не заденьте никакие детальки другие 239 рядом 236 и третий контакт 2 вольта чего быть не должно потому что если бы мы проверили промерили отдельно аккумулятор он даст совершенно другие данные между крайними у нас 426 тут у нас ничего нет здесь ничего нет единственно где еще будет это между этими контактами также есть 4 вольт значит что то здесь на плате у нас мозги имеет будем дальше разбирать смотреть где проблема что первое буду делать отсоединять каждый элемент и смотреть что изменится после воссоединения с напряжением первое это собственно наш шлейф который идет на зарядку на микро юсби его можно отсоединить он отсоединяет сразу же и светодиод с дополнительными контактами которые идут на на динамик замеряем без того шлейфа 424 26 даже интересно окей разбираем камеру дальше то чтобы снять эту штуку она приклеена у нас на боковую стенку там есть два шурупа винта саморезом нам их снимать не нужно потому что один крепит плату gps корпусу второй крепит шлейф питания к самому корпусу этой штуки суть в чем здесь у нас есть две прорези которые позволяют нам попасть напротив них и вытащить это все оттуда желательно аккуратно хотите потом собрать ее дальше у нас идет плата gps внизу сбоку у нас идут шлейф на экран шлейф на кнопки и прочее не знаю даже не хочу разбираться дальше ну и отсек аккумулятора так немножко прошло дальше откручиваем здесь 5 болтов отсюди вот этот шлейф и главное не забываем отклеить вот эту вот пленочку чтобы не вырвать скорее всего экран но вряд ли мы чтобы и повредили и материнская плата у нас вытаскивается и дальше откручиваем сенсор я нект делать не собираюсь ну чё уж идем до конца да ладно обалдеть так в общем в таком виде все-таки вечерот она у нас заработала теперь осталось собирать все по чуть-чуть обратно и понимать какая деталька она остается всю проблему заодно кстати нужно склеить корпус потому что вот так вот вряд ли я полета нормально пробовал клеить все приклеили все это до одного места еще с детства использовал такой клей так что попробуем сейчас и клей на зубочистку никак не идет потому что он абсолютно жидкий как вода он растворитель поэтому будем пробовать его на что-то такое гидроскопичное наносить и уже и на изделие много этого клея не бывает он никуда не утекает не супер клей которым можно залить все подряд что наносим хорошо чтобы он растворил все вокруг все что нам не нужно вернется на место после воспарения то что мы соединим должно очень хорошо соединиться друг с другом я надеюсь этот пластик этому клею поддается советую хорошо проветривать чтобы динозавра и потом не общаться после склейки значит корпус у нас успешно клеится мне нравится уже даже плотника как только растворитель улетучается из пластмассы пластмасса сразу начинает схватываться это и большой плюс скорости прочность она создает единую массу при этом нет клеющего слоя пластик проникает друг друга и так собственно остается склеенным теперь приступим обратно к сборке камеры значит я еще раз проверил в таком состоянии она работает шлейф подключен не подключено подключены точнее задний экран и прочее не подключено только передний экранчик и шлейф зарядки поэтому будем пробовать собирать обратно по чуть-чуть каждый этап будем проверять на то как она будет работать что будет при этом происходить что же момент истины плохой знак диод не горит камера не включается и не нравится когда она почему-то на плате единственно что изменилось эта плата стала на методическом основании я посоединил передний экран крутим два винта которые могут немного деформировать ну что уже почти предфинальная сборка поставил все элементы на место единственно что сделал это выровнял вот это металлическое основание но после падения все-таки была деформирована и немного ебал основную плату я не думаю что все равно это хорошо потому что раз такое происходило в основу плате возможно что-то уже повреждено но будем надеяться что этого не будет дальше пробуем и диодик моргнул так исправляет файл потому что файл при падении не записался до конца с дэшка отсоединилась она была вытащена когда открыл камеру поэтому файл естественно поврежден да ну что собрала камеру значит первая панель буду использовать родную она осталась целая собрал кстати включенном состояние для то чтобы смотреть не будет ли после приключения болтов и снова возможно деформации платы каких-то проблем нет все в порядке крышка прилегает с этой стороны хорошо все в порядке единственное с этой стороны немножечко выпирает но можно убрать этот клей остатки здесь заново ее склеить и принципе все будет хорошо в целом надеюсь она будет еще работать и дальше очень важно всем советую снова спасло стекло потому что при падении очень сильно поцарапалась вот эта вещь стоит копейки спасает то что вам будет стоить дороже на этом все спасибо пока